Всем привет дорогие друзья! Сегодня у меня будет обзор на недорогой смартфон от компании BQ модели 6042L Magic E. Давайте посмотрим на внешний вид смартфона, на его характеристики, оценим производительность и посмотрим на что способны его камеры. Начнем с характеристик. Диагональ экрана 6,9 дюйма. На мой взгляд это вполне оптимальный размер для смартфона. Экран с разрешением 1280х600. Матрица IPS. Батарея 2950 мАч. Операционная система стоит 10-й Android. Процессор 8-ядерный Unisoc SC9863A с частотой 1,6 МГц. По факту он разделен на две пары. 4 ядра с частотой 1,6 МГц для ресурсоемких задач и 4 ядра с частотой 1,2 МГц. Не сказал бы, что этот процессор мощный, да и игры оптимизируются зачастую лучше под Snapdragon. Но для этого смартфона его хватает. Оперативной памяти здесь 2 ГБ. Встроенный 32 ГБ. Поддерживает он microSD-карты до 256 ГБ. Есть место для двух сим-карт формата nanoSIM. Смартфон поддерживает LTE. В нем есть функция NFC. Сканер отпечатков пальцев и индикатор уведомлений находится с обратной стороны смартфона. Работает отпечаток отлично. Но на мой взгляд намного удобнее, когда он встроен сбоку, в кнопку. Но придираться к этому не будем. У многих бюджетников подобное расположение. Теперь о камерах. Основная 13 Мп. Плюс 0,3 Мп дополнительная. Фронтальная камера 5 Мп. Качество снимков вы сейчас увидите на экране. Задняя крышка у него смотрится интересно. На первый взгляд может показаться, что это далеко не бюджетный смартфон. Но при более детальном рассмотрении понимаешь, что это пластик. И по краям при нажатии можно услышать его скрип. Сама крышка съемная. Под ней находится аккумулятор, места под microSD и сим-карты. Заряжается он стандартным кабелем microSD. Вход для зарядки у него расположен немного странно. С правой стороны, снизу. Видимо, так было сделано для его удешевления. Смартфон удобно держать в руке. Его вес чуть более 170 грамм. Ну а более подробные характеристики этого смартфона вы увидите сейчас на экране. Теперь перейдем к его производительности. Протестив его несколько недель, могу сказать, что смартфон достаточно шустро работает. В обычных задачах проблем не наблюдается. Зарядки на нем вполне хватает на день активного использования. Заряжается он, конечно же, достаточно долго, так как не поддерживает быструю зарядку. Ну а в целом, в легких игрушках смартфон себя чувствует комфортно. Сейчас я запущу некоторые из них, и вы увидите, на что он способен. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А теперь настало время подвести итоги. Смартфон за свои деньги достаточно неплох. Его вполне хватит для простых повседневных задач, таких как просмотр фильмов, прослушивание музыки, соцсетей, мессенджеров, чтение книг и простых игрушек. А теперь давайте поговорим о его плюсах и минусах. Из плюсов... В смартфоне есть функция NFC, которая позволяет нам расплачиваться в магазинах смартфоном без карты. В основном эта функция идет в более дорогих моделях. Вполне удобная диагональ экрана 6,09 дюйма. Есть сканер отпечатков пальцев. Установлен экран IPS, который не портит зрение. Съемная задняя крышка смартфона. Она позволит нам быстро заменить аккумулятор. Красивый дизайн, как у более дорогих смартфонов. Ну и конечно же его цена. Из минусов здесь не очень хорошие камеры. Задняя крышка здесь из тонкого пластика, который при нажатии на него в некоторых местах поскрипывает. Еще в минусы можно добавить аккумулятор, который на эту модель очень тяжело найти. Всю основную информацию про этот смартфон я вам рассказала. Приобретать его или нет, решать только вам. Главное, надо определиться, для каких именно целей и задач он вам нужен. Если не для серьезных, то вполне неплохой вариант. Более серьезные задачи он не потянет, слабоват. Ну а на этом мое видео подошло к концу. Надеюсь, что оно будет полезно для вас. Если оно вам понравилось, то ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. А если остались какие-то вопросы, то задавайте их в комментариях. И я обязательно на них отвечу. Всем здоровья, удачи и отличного настроения!